На творческой кухне Кэнди Фрейм неустанно идет работа. Огонь плиты вдохновения включен на максимум, в кастрюльках закипают идеи. В этой приятной суматохе был приготовлен наш первоотшив. Такие девочки! У Кэнди Фрейм нет идеального рецепта схемы, но зато есть шеф-повар, без которого никак не обойтись. Еще заснеженной зимой Марина Сорокина заприметила иллюстрации девочек, полных шарма и очарования. Они должны жить в крестиках. Было решено организовать первоотшив, где каждая вышивальщица может получить сразу все схемы, если пожелает. Но одному шеф-повару на кухне не справится, поэтому ему на помощь приходят преданные помощники. Яна Гурская стала одним из них. Наверняка вам уже удалось проникнуться ее отзывчивостью и доброжелательным настроем. Именно она дала имена главным героиням и рассказала их интересные истории. А кто же автор этих красавиц, которые стали виновницами торжества? Знакомьтесь, Елена Абрадович. Елена создает векторные иллюстрации, ее рисунки и принты можно встретить на тканях и других поверхностях. И она с большим удовольствием делится своим творчеством. Давайте же скорее познакомимся с нашими главными героями. Три красотки-подружки Снежана, Василиса и Мари живут в студенческом общежитии. Их жизнь полна разных курьезных случаев, о которых Снежана и решила нам рассказать. Давайте послушаем один из них. Все началось в прошлый вторник. Мы с девочками сидели в комнате. Я и мои конспекты изнывали от тоски. Василиса корпела над французским, а Мари уходила от насущных проблем в рукоделии. И вдруг… «Как можно рассказывать о Франции, если никогда там не бывал?» – возмутилась Василиса. «Включив воображение», – предположила я. «Съездить в путешествие», – однозначно заметила Мари. Взвесив все за и против, я хотела было сострить. Нелепо же из-за зачета ввязываться в авантюру. Но Василиса уже паковала чемоданы, а Мари искала горячие недельные туры, забросив нитки и пяльцы. «Вы серьезно?» – мысленно подсчитывая накопление, спросила я. «Французский говор», – отчеканила Василиса. «Французская равномерка», – заявила Мари. «Французские цены», – попыталась я, но никто уже не слушал. «Нелегко срываться с места в конце семестра, но, если твои подруги что-то задумали, грех их не поддержать, ведь в конечном итоге каникулы удались. Покутить на широкую ногу не довелось, но какая память на всю жизнь!» «Только зачет все равно пришлось сдавать, и отработки за пропуск пар. Вот так студенты и остаются без денег, но с кем не бывает. Теперь мы на строгой диете, только знания и никаких излишеств. Правда, в следующем семестре Мари Польский сдает, так что я откладываю деньги, как пить дать пригодятся». Ну что ж, пожелаем удачи нашим девочкам и успешного окончания сессии. А мы вернемся к нашему совместному первоотшиву, который начался 13 марта и продолжался в течение 7 недель. Первой готовой работой порадовала нас Татьяна Новик. Именно она и стала победителем в номинации «Самая шустрая иголочка». За несколько дней на ее конве появилась очаровательная любительница путешествовать. Условия нашего СП были просты. Вышиваешь одну схему, получаешь следующую. И две Лены, победители в номинации «Все моё, моё, моё» не упустили такой возможности. Настоящий вышивальный подвиг совершила Лена по песку, вышив 6 девчонок. Одна из них уже оформлена и ожидает отправки своему получателю. Елена Попова тоже не отставала, несмотря на то, что добавляла много своего в полученные схемы. Она поменяла им цвет волос и прически. Нет сомнений, что подружки Лены по достоинству оценят подарки, сделанные специально для них. Скомбинировав несколько схем от Candy Frame, Лена даже создала нового персонажа – девочку-любительницу уютных котиков. Если в предыдущих номинациях победители определились сами собой, то со следующими двумя организаторам понадобилась помощь. В срочном порядке было созвано экспертное жюри. В него вошли Наташа Гефки, специалист композиции со скамейками, Оля Теплицкая, нарушительница спокойствия в апреле и главный укоротитель фантастических зверей Настя. Им предстояло принять сложное решение и своим строгим взглядом оценить фотографии готовых работ, собранных в альбоме проекта. Победителем в номинации Photo Finish была выбрана Настя Медецкая. Все девочки хотят быть красивыми и здоровыми. Для этого нужно не так уж и много – правильное питание и здоровый образ жизни. Лаконичное фото Насти, по мнению жюри, правильно подчеркнула эти два пункта. Победителем в номинации All Inclusive стала Виктория Скудра. Вика оформила две работы в блокноты для своих подружек. Это так здорово, что наши красавицы нашли практическое применение и будут радовать своих хозяек. Также жюри не смогло пройти мимо работы Екатерины Ермаковой и отметить ее призом за оригинальность. Смелое решение Кати вышить сюжет на черной основе приводит в восторг. Поздравляем победителей от всей души. Хотим сказать спасибо каждому, кто был участником или свидетелем нашего проекта. Надеемся, что вам было так же интересно, как и нам. Продолжайте и дальше радовать нас своим творчеством. Напоследок хочется напомнить, что альбом совместного первоотшива открыт для новых фотографий. Добавляйте, мы всегда вам рады! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!